Русские церкви У нас не так много времени, чтобы заниматься многими вопросами, и поэтому сегодня мне хочется обратиться с вами и попытаться проанализировать то, что является очевидной реальностью нашего времени, то, о чём говорится более всего, то, что беспокоит уже не миллионы, а миллиарды людей, и то, что называется кризисом. Все просят, вы знаете, интервью и по телевидению, и по радио, и даже из устно, все просят дать, ну, что ли, христианскую оценку этого явления и, естественно, сказать, а что нужно делать, как всегда. Я думаю, что и к вам эти вопросы и были, и, по крайней мере, будут, несомненно. Особенно этот вопрос возникает с тем, что оказывается, ну, не оказывается, а все это, конечно, знают, но как-то такое забывают, когда что-то надвигается одно, что на самом деле существует не кризис, а множество кризисов, и подчас даже бывает трудно сказать, какой из них является более угрожающим и более смертельным для человечества. Сейчас все говорят о финансовом кризисе и забыли обо всём другом на свете. На самом деле, вы же прекрасно понимаете, что первый кризис, о котором нам с вами и придётся немножко поговорить, хотя мы неоднократно уже эти мысли слышали и имели в виду, но иногда верно правило повторения мать-учения, да и некоторые мысли надо как-то акцентировать. Такое, что первым кризисом с христианской точки зрения, с православной точки зрения, является кризис вовсе не материальный, а кризис духовный. И вот здесь-то, оказывается, вы себе представить не можете, насколько здесь много недоразумений. Но это с нашей точки зрения. Какие ещё кризисы? Демографический кризис, мы просто, видимо, о нём меньше всего так говорим и так, походя. На самом деле, это страшная же вещь. Человечество растёт с огромнейшим ускорением. А что это значит? А из этого следует, следует другой кризис, продовольственный. Вы знаете, что сейчас миллиард, двести миллионов людей, это, то есть, сколько, пятая часть человечества, живут не только ниже так называемой черты бедности, которая в разных государствах, она, вы знаете, колеблется, где она находится, эта черта. Но значительный процент из этой колоссальной цифры просто не знают, что будут есть завтра. Кстати, не подумайте, что это где-то такое, там, в Индии, в Африке, в Латинской Америке, где-то. Вот, радиослушаю я недавно, позавчера, что ли, я уже не помню, в какой области, неважно, кто-то рабочий продаёт рабочие перчатки за 15 рублей. Его спрашивают, а что это вы? А нечего есть. Я буханку хлеба хотя куплю. Торговать. Подумайте, чем торговать? Получить 15 рублей получить. Причём не пьяница, нет. Это по радио передаёт. И я думаю, что в данном случае можно верить. Это показывает, это у нас даже. Понимаете, какие вещи-то оказываются? Продовольственный кризис – это, оказывается, одна из тех проблем, которая поражает огромное уже количество людей. Огромное. Что делать опять? Об экологическом кризисе мы с вами, по-моему, уже упоминали. И, поведем, более всего, все с ним знакомы, что идёт просто тотальное, тотальное, то есть тотус, весь, всё, целиком, тотальное уничтожение нашей Матушки-Земли. Причём по всем параметрам. По всем. Наверное, ни одного уже теперь не найти, по которому не шло бы. Знаете, прям постоянное, ну уж не могу сказать, что цели направленные. Но если со стороны бы посмотреть, со стороны какого-то инопланетянина, он бы сказал, ой, как они точно всё рассчитали. Со всех сторон идут на уничтожение своей планеты. Со всех сторон. Земля, всё, обеспложивается. Гумус слетает с лица земли буквально. Уже там, где когда-то были полнородные почвы, только за счёт удобрений. Малейшая приостановка удобрений – всё. Земля бесплодна. Причём так и говорят, что эти удобрения делают богатыми отцов, но нищими детей. Всё уничтожается. Причём это страшно. Страшнейшим образом идёт эта волна. Да возьмите вода. Океаны загрязнены. Моря во что превратились? Реки. Редко найдёшь. Реку, из которой можно напиться. Воздух теперь. Уже скоро, наверное, будут воздух продавать, а не воду в бутылочках. Знаете, как будет интересно? Подождите, киоск, можно мне пол-литра воздуха, чтобы нюхнуть здорового воздуха? Климат повышается. А оказывается, если повышение климата достигнет 5 градусов, то это уже означает необратимый процесс. Уже всё. Уже вернуть тогда никакими средствами нельзя. Но уже при 3,5 даже градусах, при повышении температуры на 3,5 градуса, уже практически, хотя теоретически остаётся, практически уже будет невероятно что-либо сделать и повернуть вспять этот процесс. Сейчас уже сколько-то около, там ещё градусов пока нет. Конечно, ноль и сколько-то такое, я не помню. Но то, что это повышение климата идёт, бесспорно, уже в Арктике растаяли, мне называли, сколько-то миллионов тонн льда. Уже таяние льдов началось. И уже это начинает сказываться, особенно в низких там местах. И соответствующе, чем больше таять, тем скорее повышение температуры будет, вы же понимаете же. Экологический кризис налицо. Но все учёные это понимают, все политики этого не понимают. У политиков одна только цель, одна задача – экономика и власть. Или власть и экономика, как хотите. Эти люди сидят на суку и пилят его изо всей мочи. Как бы поскорее его спилить? Потому что внизу там, оказывается, жёлуди видны на нижней ветке. Ну, я, конечно, шучу, но ситуация именно такова. То есть, ну, финансовый кризис, который сейчас обрушился на весь наш земной шарик, он, природа его, не вызывает сомнений. Все крупнейшие эксперты с спокойствием олимпийским говорят, что это произошло за счёт удивительной вещи, о которой, действительно, многие, наверное, не знают. Ну, по крайней мере, мы, рядовые люди, не знаем. Потому что, оказывается, в Соединённых Штатах есть некая небольшая корпорация, которая созидалась в течение нескольких десятилетий. Не знаю всего механизма, но суть такова. Они, и только они, а не государство, не сами Соединённые Штаты, могут печатать доллары, сколько хотят. Без всякого обеспечения их, там, золотым запасом, и чем-то такой другим. Нет. Могут печатать сколько угодно. Они и только они. Каким образом это достигнуто, как это сделано, каким образом, так сказать, все мировые институты, государственные, финансовые и прочие, могут с этим мириться, это, так сказать, за гранью нашего понимания. Но факт сам таков. Финансовый кризис, чем, оказывается, обусловлен, говорят, колоссальным перепроизводством долларов в мире. Бумагу, выпускают бумагу. Но за эту бумагу получают реальные вещи. Но вот это вот перепроизводство, как они утверждают, как они считают, является главной причиной. Причём здесь есть какой-то рубеж. До какого-то момента это особенно не сказывается. А потом начинается обвал, который и называют финансовым кризисом. Ну, наверняка, я не все перечислил. Всех не знаю. Но, по-видимому, это самые основные кризисы, которые угрожают жизнью уже ничему-либо, а жизни буквально человечества. В прямом смысле этого слова. Потому что не приходится уже говорить о росте военных там всяких изобретений, о росте смертоносного оружия, о новых его качествах и так далее. Тут, по-видимому, вообще бездна, в которой нет числа. Со всех сторон. И вот отсюда-то и возникает вопрос. Вопрос. Какова природа всех этих кризисов? И возможно ли остановление их в условиях современной атмосферы жизни человека? Вот вопрос. Над этим бьются все, вы не думайте. И к нам, когда обращают этот вопрос, то вопрос этот носит вполне законный характер и серьёзный, что мы можем ответить на это? Я вам зачитаю одну очень любопытную вещь, вернее, фразу, которая говорит о весьма многом. Характеризуя настоящее время, один наш иеремонах очень известный, нет, просто очень известный, а то я слишком я о протянул долго, простый, нет, а может быть, просто известный, но имя его я не назову, но вы сами понимаете, почему, нехорошо. нехорошо сейчас увидеть, тоже почему. Заявил такую вещь. Настало время, это сейчас, когда ни одному православному не удастся отсидеться в стороне, заботясь только о личном спасении. Никуда не денетесь там, спасая сами себя, занимаясь эгоистическим спасением, когда другие гибнут. Вот, что сказал этот известный иеремонах. Причём не просто сказал, это уже, уже это расходится, уже мне прислал один очень большой человек, в качестве эпиграфа, к своей статье, на что я ему ответил, что это антихристианская идея. Он звонит, подпрыгнул. Как? Такая потрясающая идея! Настало время, когда ни одному православному не удастся отсидеться в стороне, заботясь только о личном спасении. Разве это не верно? Вот основная идея. Он выразил, этот иеремонах, не просто своё личное понимание. Он выразил понимание подавляющего числа не только людей там, не только религиозных людей, не только христиан, но даже, увы, православных христиан. Вот, если хотите, этой фразой очень точно поставлен вопрос природы кризиса и что нам делать. Действительно, давайте делать. Нечего заботиться о личном спасении. Давайте делать. Что делать? А что делать? Проповедовать христианство. Хорошо, проповедуем и всем говорим, не заботьтесь о личном спасении. Делайте. Что делаете? Опять проповедуйте. Раз проповедовали в дребезге, никто о личном спасении не заботится. Ура! Ура! Да здравствует христианство, которого нет! Элементарная же вещь! Представьте только себе! Представьте себе! Человек лежит в параличе, весь лежит, пластом. Так? Что он может помочь? Вот рядом сосед или сосед, который надо ровно колоть, воды принести, за хлебом сходить, ещё что-то такое. Когда он может помочь? Когда можно помочь другому человеку? Когда я могу научить другого человека? Когда? Когда я сам окажусь способным сделать то, что я хочу, чтобы могли делать другие люди? Забыли то, что содержится в понятии личного спасения. Личное спасение рассматривали, как что-то эгоистическое. Знаете, я из дома горящих выскакиваю, никому не помогая, а прочее, плевать мне на них, лишь бы самому выскочить. Вот что понимают под личным спасением. На самом деле ситуация совсем другая, как только мы касаемся вопроса духовной жизни человека. Какова же эта другая ситуация? Никто не наученный не может научить другого. никто не умеющий не может помочь другому, чтобы тот сумел что-то сделать. Никто больной и недвижимый не может помочь другому, чтобы спасти его от каких-то бед. Оказывается, спасение – это то состояние человека, когда он, этот человек, постепенно исцеляется. Ведь и спасение и состоит-то в исцелении вот нашей души прежде всего и тела, исцеление духа, души и тела от всего того болезненного, недолжного, страстного, греховного, слова какие угодно можем употреблять, что человек видит в себе. невозможно страстному – об этом пишут святые отцы единогласно – невозможно страстному человеку научить безстрастию другого. Вот эти вещи оказываются за пределами познания современных, увы, христиан. Представьте себе, все наполнены страстями, и мы проповедуем христианство, не говоря людям о том, что делать, чтобы исцелиться. Ведь вся суть-то спасения в исцелении состоит. Когда же мы обращаем внимание исключительно только на внешнюю сторону христианской проповеди, на внешнее его распространение, на созидание каких-то конкретных институтов, в которых нет, как мы сейчас видим, и не может даже быть дано лекарство исцеляющее человека. Что проку тогда от всех этих институтов? Что проку от больниц, которые не лечат? Что проку от врача, который не знает, что человеку сказать для того, чтобы исцелиться? Скажите, что проку? Вся суть христианства именно заключается в том, что в нём даются рецепты, применяя которые только человек может исцелиться. Почему об этом так идёт речь? Сейчас уже даже невооружённым, как говорят, взглядом, даже люди далёкие от религии все начинают понимать уже воочию, что причиной всех кризисов, которые поражают нашу землю, является эгоизм, эгоцентризм, сластолюбие, погоня за наслаждениями, погоня за развлечениями, погоня за вот этим вот-вот сиюминутными благами, погоня кого? Самого человека. То есть, оказывается, причиной всех этих явлений является неверное духовное состояние человека. Его мысль направлена не туда. Мы кричим, надо любить, надо помогать людям. Простите, как я могу любить других? Других, когда я весь охвачен сластолюбием, страстями и прочими, и прочими всякими грехами. Христианство говорит удивительную вещь. Любовь – это соуз, то есть соединение, союз, вершина добродетелей. То есть, любовь, оказывается, она возрастает в человеке по мере правильной духовной жизни. Без этой правильной духовной жизни человека будет подавлять эгоизм. И не просто эгоизм, не просто ему себе, а вот эти три страсти, о которых мы с вами всегда говорим – сластолюбие, сребролюбие, славолюбие, на которых стоит весь, увы, человеческий мир через и десятиричное. Посмотрите, проповедь идёт всего, чего только идёт. Вот этих мирских ценностей. Напоминаю вам определение мира через и десятиричное Исаака Сирина, который говорит, что он называет, что есть мир? Мир есть совокупность всех страстей. И когда мы хотим одним словом выразить эту совокупность, мы говорим, употребляем слово мир, мирской. Это Исаак Сирин говорит. Так вы видите, никак мы не хотим, ну, я говорю, о человечестве, о тех экспертах, о, я бы сказал, философах, политиках, социологах. Никак мы не хотим заглянуть в природу страстей. Неужели трудно понять, особенно тем, кто занимается психологией, что, когда человек порабощён какой-то страсти, он ни на что не смотрит, он всё сметёт с лица земли, если у него есть таковые возможности, чтобы достичь своей цели. Долой разум! неужели непонятно, что любая страсть или ослепляет разум, то есть он перестаёт работать, или делает его рабом, который уже говорит не о том, что ты нехорошо делаешь, а раб, который ищет средств для удовлетворения этой страсти. Психология неужели этого не понимает? Что, оказывается, страсти – это оказывается очень тяжёлая, страшная, смертельная вещь. Почему, кстати, все религии на разном уровне, конечно, называют страсти? Некоторые только самые грубые, другие, так сказать, глубже проникают, третьи, как православие, доходят до духа человека, но всюду утверждается одно и то же – страсть – это то, что приносит страдание человеку. Страсть – это страдание. Вот, слышите, где мы нашли точку принципиального расхождения двух мировоззрений. Одно мировоззрение говорит, что, не уничтожив страсти, не борясь, по крайней мере, со страстями, мы ничего не сможем сделать в этом мире. Мы так, будучи порабощены им, мы так и будем продолжать уничтожать и себя, и других, и саму землю. Только другие уничтожают – нет, оставим это, оставим это. Мы должны делать вот это, совершать вот эти внешние деяния, внешние. Мы должны искать новые формы, новые структуры. Мы должны созидать новые государственные строи. Мы должны искать, искать новые законы, искать справедливости и так далее, внешней справедливости. Вот, вы слышите, вот где принципиальное расхождение двух мировоззрений. Необходимо научать человеку, научать человека пониманию того, что страсти – это и есть источник всех кризисов, касающихся лично, пока мы говорим об одном человеке, так, когда же они становятся нормой жизни общества, нормой жизни народа, тем более всего человечества, тогда они являются тем бумерангом или, хотите, тем пистолетом, который стреляет в самого человека. Страсть есть страдание. и необращение внимания на эту главнейшую сторону жизни человека, это значит ничего не видеть. Но, видите ли, западные христианцы, кстати, уже давно пошли по этому пути. По пути какому? Пошли по пути внешних форм, внешних преобразований, внешних революций, реформ и так далее. считая, что здесь мы можем что-то сделать, нечего смотреть на нравственное состояние человека. Вы знаете, вот это самое ужасное. Неважно нравственное состояние человека, это его внутреннее дело. Результат? Мы видим сейчас, коррупция охватила все слои социальной структуры. Где? Всюду. Ну, а скажите, а как, что же ещё может быть? Когда человек наполнен этим, живёт этим, культивирует это, посмотрите, чем наполнена сама атмосфера сейчас жизни цивилизованных стран? Пропагандой всех страстей, причём самых отъявленных, самых ужасных, самых отвратительных, пропагандой, непрерывной пропагандой всеми средствами массовой информации. Поэтому, с христианской точки зрения, если мы вынуждены говорить об этом, то должны прямо сказать, нет никаких средств борьбы с кризисами, кроме одного. Только при наличии, при наличии обращения внимания на ту духовную жизнь, о которой говорит православие, может начаться борьба с кризисами. При этом, что очень важно, очень важно, вот это обращение внимания на душу свою каждого из людей совсем не означает, что человек следовательно, уже будет отлучён или сам себя отлучает от решения внешних жизненных проблем. Совсем нет. Христианство утверждает, что чем более человек освобождается от власти страстей, чем более ум его очищается, тем более точно он может видеть и пути решения тех жизненных проблем, перед которыми мы стоим. Потому что, ещё раз повторяю, что страсть она заглушает, мешает, закрывает, создаёт непроницаемую завесу, если хотите, когда нам нужно решить тельные проблемы. Посмотрите, что в состоянии аффекта делает человек, какие преступления совершает. Это высшая степень уже, мы говорим, аффект. Он убивает, там, я не знаю, что делает, или прыгает откуда-то с сотого этажа. Так, мы понимаем, вот это очень, это показатель только степени на самом же деле, на самом же деле. Степень может быть разная, но направление одно и то же. Страсти ослепляют и не дают возможности человеку принять верное решение. Поэтому, вот это утверждение, а то, что сейчас, сейчас настало время, когда ни одному православному не удастся отсидеться в стороне, вы подумайте, это где же отсидеться в стороне, заботясь только о личном спасении. Человек, видимо, не понимает. Я могу быть на любой должности, и, заботясь о личном спасении, я буду выполнять наилучшим образом то, что мне поручено. Почему? Потому что я заботюсь о личном спасении. Я не позволю бессовестных поступков. Я избегать буду нарушения законов. Я постараюсь относиться к людям, там, подчинённому или кому-то другим людям дружелюбно. Вы слышите, что такое забота о личном спасении? Она потребует от меня нравственного, максимально нравственного отношения ко всему тому, с чем я соприкасаюсь, на что я поставлен, что я должен делать. Бедный человек не понимает этого. А если я не буду заботиться о личном спасении? Взятка. Велика, давай, давай сюда. Мало. Дал, да ещё. Тут можно украсть, там можно обмануть, тут можно пролезть. Я о личном спасении не заботюсь. Что вы? Во что превращается жизнь? Не понимает бедный человек. Забота о личном спасении – это забота о своей совести, если хотите, прежде всего. И как это интересно, я могу отсидеться в стороне? Что это значит? Не удастся православному никому отсидеться в стороне, заботясь только о личном спасении? Это что это такое? Христианство никого не уводит отсюда, из мира, а оно требует освящения нашего мира. И это освящение происходит через личное освящение, через личное понуждение себя к чему? К тому, что мы называем личным спасением. Как будто спасение я выпрыгиваю. Нет, я здесь остаюсь, но я заботюсь о совести, о правде, об истине, здесь оставаясь. Разве не понятно, что только таким путём, именно заботясь о личном спасении, мы можем тогда что-то делать в отношении общего спасения? О, если бы каждый человек постарался поступать по совести, то есть заботясь о личном спасении, по совести, вы представляете, что это было бы? Неужели никому не ясно? Бедный человек. Кстати, этот эрмонах, да, он нигде не учился ни в какой духовной школе, но имеет светское высшее образование, доктор наук. У нас же много рукоположных людей, которые не имеют самых элементарных знаний, знаний, элементарных знаний о принципах, об основах духовной жизни человека. Даже не понимают, что такое спасение. Спасение. Думают, это выпрыгнуть действительно из окна, а других бросить. Спасение – это совесть, очищение совести. Причём, никакой нет совести, ни на принципах только обычной человеческой нравственности, когда не убил, не ограбил, не нарушил закон, и ты праведник. Христианство говорит о совести какой? О чувствах даже, о чувствах даже, о мыслях даже. Не пожелай другому зла, не отомсти ему. Представляете, о чём говорит христианство? О каких вещах? Не завидуй. Вот, что такое личное спасение. Вот, исходя из этого, становится понятным, что лично это оказывается забота о личном спасении, то есть, о высцелении своей души от этих пакостей, оно действительно может и должно только стать той основой, на которой только возможно решение множества социальных проблем, если хотите, возможно, какое-то движение в приостановлении или, по крайней мере, хотят, замедлении процесса тех кризисов, которые охватывают нашу землю. Вот так, друзья мои, вот такой, мне кажется, мы можем дать ответ на этот вопрос, который нам прямо сейчас вот ставится, что вы скажете? Потому что постоянная мысль какая, причём атеистическая, прямо из журналов атеизма, что будто бы забота о личном спасении, это есть эгоизм. Эгоизм. Он себя спасает. А других заботься. Себя спасает. Представляете? Не понимая, что такое себя спасает. Это, оказывается, если я забочусь о том, чтобы очистить свою совесть и стать человеком, который живёт по совести, оказывается, это эгоизм. Вы подумайте, какое непонимание. И вот это атеистическое клише, если хотите, как оно глубоко вошло в сознание, в сознание, вот, по крайней мере, нашего поколения, а он нашего, этого поколения. Как они не понимают этих вещей! Вот это нам надо знать. Вот это, друзья мои, я надеюсь, вы поняли суть дела, что такое личное спасение. И почему оно, оно как раз не только не противоречит заботу о благе других людей, а является условием, необходимым условием. Хочу ещё сказать об одной, может быть, вещи такого рода, что имейте в виду, вы обязательно вырастите, сейчас вы маленькие же, ну, меньше меня, естественно, да, когда вы вырастите, станете начальничками, начальниками, началищами, кто вас знает, кем вы станете, да, имейте в виду, не вздумайте идти по пути следующему, лишь бы были способности, а какое нравственно, это его личное дело. Глубочайшая ошибка. Никогда вы, ни церкви, ни обществу, не принесёте добра. Я почему говорю об этом? Потому что приходилось уже многократно в жизни сталкиваться с таким явлением, явлением, когда смотрят, какие способности, говорят, так нельзя же его, он циник. Оставьте, все мы грешные. Все мы грешные. Это всё равно, что сказать, все мы любим выпить, поэтому вот этого пьяницу, вот эту пьяницу, давай, пусть сторожит вот этот винный склад. Правда? Ну, все же мы грешные. Да? Да? Разве? Ух, как интересно! Все мы грешные. Значит, вот этого вора, допустим, да, давайте в ювелирный там магазин или куда-то. Да? Имейте в виду, основой, основой, первичным условием выбора человека должна являться его, если хотите, вот эта нравственная сторона, его честность. Его нравственность – это основа. Это недостаточно, потому что для каждого дела требуются соответствующие способности. Но если этого нет, все прочие его данные – ничто. Обязательно они приведут к самым губительным последствиям. Этим вот наш церковный подход отличается от светского, от мирского. Там это, ну, неважно, у кого чего там нет, но он здесь, ух, силён! И вот в результате эти силачи, эти таланты, всё занимая все ключевые и прочие позиции, во что превращают жизнь. То, что по всему миру кричат, всё коррумпировано – вот это и есть! Вот это и есть! Вот такова, мне кажется, позиция или такой взгляд, такой взгляд, христианский взгляд, если хотите, православный взгляд на проблему кризисов, на, лучше сказать, на истоки этих кризисов. Потому что множество там и других вещей, которые приводят к этим кризисам, но это уже вторичные. и напоминаю вам в связи с этим об истоках всего нашего человеческого прогресса, почему он привёл вот к этому состоянию и приведёт к гибели. Вы слышите? Вы слышите? Надо людям объяснить. Мы же идём к гибели! И не надейтесь! Никуда не денетесь! Идёт к гибели, катастрофе! Потому что все эти кризисы уже надо при современном состоянии общественного сознания, при его понимании принципов жизни, так, он идти будет всё с большим ускорением и приведёт к гибели всего человечества. Как христианство оценивает это явление? Говорит, что истоки нашей цивилизации, лучше сказать, всего человеческого развития, истоки заражены оказались чем? Опять этими тремя. Сластолюбие, сребролюбие, славолюбие. Вот на чём строится жизнь. Строит жизнь каждый человек в отдельности и общество в целом, и мир в целом. И чем более развивается этот процесс, чем более он охватывает всё более широкие круги человеческого общества, тем скорее мы придём к печальному финалу. Неверные истоки были. Неискание святости, неискание истины, неискание, если хотите, правды, справедливости толкало человеческое общество или было, по крайней мере, стержневым в его жизни. Нет, нет, нет. Посмотрите, непрерывные войны. Почему? У него лучше, у соседа надо захватить. Зависть, коростолюбие, гордыня, тщеславие – вот что являлось движущими силами нашего прогресса. Когда поднялась наука, появилась наука, прибавилась ещё одна страсть – неистребимое любопытство. А что там будет? А что будет, если нажмут эту кнопку? Что там? Любопытство. Страшное любопытство. Да. Многие направления науки уже сейчас очевидны. Кричат. Учёные кричат. Философы кричат. Нельзя, не трогайте. Мы придём к гибели. И что? Клонирование, например. Ну же, кричат же, шумят, запреты. Пытаются запретить. Ничего подобного. Всё. Открыли, ларчик. Бутылочку открыли, джинн вылетел. Уже его не остановить. И так открываем одно за другим. Забыли, что прежде всего требуется нравственное развитие человека. Оно должно идти впереди научного и технического. Вы слышите? Вот христианский взгляд. Нравственное и духовное развитие человечества должно идти впереди. И если этого не будет, то те средства, которые открывает нам наша наука, да, они погубят самого человека. Поэтому христианство с полной определённостью и откровенно, и не стесняясь, говорит о том, почему возникли эти все кризисы. И к чему они приведут? Теперь уже ясно не только христианам, которые верят в откровение Божие, которое сказало давным-давно, в Евангелии две тысячи лет тому назад уже это сказано, сказано, подумайте только, когда не было никакой науки, никакой техники. И уже там сказано – земля и все дела, которые на ней сгорят. Уже тогда сказано о конце мира. Уже прямо вот чёрным по белому написано. Пожимали плечами. Что за смех? Чего там такого? И теперь видим. Причина. Ещё раз обращаю внимание. Вы видите, как много раз, я говорю, мне хочется, чтобы это осталось в сознании всех нас. Причина – культ страстей, жизнь страстями, культивирование их. Христианство и мир в этом плане противостоят друг другу. Христианство страсти называют источником страдания и смерти человека. Мир называет страсти источником наслаждения, радости и счастья. Вот где противостояние. Вот где противостояние. Страсти – это что, источник счастья или источник страданий? Вот где мы не можем согласиться с миром. Вот об этом, мне кажется, друзья мои, надо говорить. Говорить надо. Если мы своей страны должны что-то делать, что можем. Правда, должен вам сказать, мы ничего не сделаем. Это я вас утешаю сразу. Мы ничего не сделаем. Мир так и будет идти. Это мощный поток, широченный, которого не видно пределам. Но любовь не может быть бездейственной. И если основным принципом христианства является как раз это, то есть любовь, то своей страны мы должны хотя бы приостановить, насколько это возможно. приостановить, если бы это удалось. Где эта остановка совершается? Я сказал им, говорите. Но я это сказал просто по одной только причине. Говорите. По той, что прежде всего это слово наше будет исходить из нашего труда над самими собой. Если мы обратим, не обратим внимания сами на себя, то наши слова будут пустыми, пустыми скорлупками. Пустыми. Будут лететь, знаете ли, пищать, кричать, звонить, и всё бесплодно. Вот поэтому, видите ли, мы должны думать, поскольку находимся, я выражусь так, в системе церкви, то мы должны думать о двух вещах. Первое – о личном спасении. Раз. Второе – о чём мы должны думать. Это о наилучшем благоустроении церковной жизни. Здесь мы можем думать и делать. Делать лишь в той мере, в какой промыслом Божиим нам будет поручено что-то делать. Вот здесь мы должны с вами что-то делать. Что делать? Я думаю, что каждый из вас увидит, находясь на своём приходе. Я думаю, что вы не поддадитесь вот этому ужасному сейчас потоку, когда богослужение превращают в киносъёмки. Он читает молитву, его снимают в лицо. Ой, как замечательно! Интересно, кто это может молиться перед кинокамерой? Вот, кажется, простая вещь, на которой сейчас никто... Простая! Ужасная, а не простая! Во что превращается богослужение? Во что мы превращаем? Оглашение из идейте! А тут в сапожище грязок, в алтарь, в бах вам в чашу! Ну-ка, что там? Как там превращается в тело и кровь? Нет ли там младенца Иисуса? Ради Бога, обратите на это внимание! Это как раз тот фундамент, на котором может строиться, строиться хоть немножко созидаться наша церковная жизнь. Не дай Бог превратить нам богослужение в спектакли! Это, по крайней мере... И это зависит от кого? От настоятеля! От него зависит! Я просто один пример вам привел. Маленькую иллюстрацию. Я уж не говорю о том, что наши мужские монастыри переполнены женщинами. Но они говорят, от вас это будет зависеть или нет. А то, что монахи служат на приходах, а им там молодухи тут исповедуются, в любви объясняются. Что это непонятно, да? Что мы делаем? Что пишут отцы? Не будет монашества, не будет православия. Если монашество превратится в одну форму, то и церковь станет таковой же. Под монашеством они разумели жизнь монашескую, а не его социальная деятельность, когда вращается в миру. Кто же будет молиться тогда, если мы все ринимся в социальную деятельность? Произошла ещё одна страшная подмена. Под молитвой стали разуметь совершение богослужений. Совершение богослужений. Кто же не понимает, что можно совершить богослужение и не молиться? Что мы не знаем? Что мы никогда не бываем на службе? Что ли? Разве мы не участвуем в богослужении? Все участвуем, все. И что мы не знаем, как мы молимся? Нельзя подменять совершением чина последования и назвать это молитвой. Подменять саму молитву. Повторяю вам, что можно всю жизнь совершать богослужение. Я не знаю, сколько раз за это время помолиться. И не помолиться можно. Не будем обманывать сами себя. Православие обращает внимание человека на душу его, на свою душу, обратив внимание, на её состояние, где нет молитвы, нет богослужения. Всё богослужение можно превратить в зрелище в одно, в спектакль. Вот это очень серьёзные вещи. Я говорю об этом просто по той причине, что мы должны обратить внимание и на себя, на свою душу, на своё состояние, и в меру того, что будет поручено каждому из нас какая-то клеточка церковной жизни, постараться там сделать её, насколько возможно, чистой. Чистой и совершенной. Вот так. Это вот, друзья мои, то, что я хотел, сказать, ответить на прямой вопрос о природе современных кризисов, современного кризиса в мире, о том, как смотрит на это православие и что оно предлагает. Предлагает оно. Оказывается, оно предлагает не просто всё большее количество там монастырей, храмов, школ, епископата, духовенство. Католическая церковь в 10, в 20, 30 раз больше всего православия. И что из этого? Протестантов больше, чем православных. И что из этого? О, если бы дело было в количестве! Боже мой, до каких же пор мы будем измерять всё количество? Количество хорошо, когда есть качество. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok